Буквально несколько минут назад стали известны печальные новости из мира шоу-бизнеса и культуры. Широкий общественный резонанс получило дело о нападении на известного советского композитора Александру Николаевну Пахматову. Дело дошло не только до российской общественности и Следственного комитета, но и до мировых публичных личностей, которые были лично знакомы с Александрой Николаевной. В ночь на 12 октября текущего года в квартире Александры Пахматовой было совершено нападение на известного композитора, который совершили молодой российский певец Прохор Шаляпин, который стал соучастником преступления, и его подельник, мигрант-преступник, 35-летний Абдулла. Как стало известно позже, нападение было совершено с корыстной целью – с целью ограбления квартиры. Наводчиком преступления стал певец Прохор Шаляпин, а главным исполнителем и виновником – 35-летний мигрант по имени Абдулла, который уже получил заслуженную кару за свое преступление. Однако, если преступники были задержаны, то для Александры Николаевны Пахматовой нападение завершилось самыми печальными последствиями. 94-летняя женщина получила несколько ранений и длительное время находилась в тяжелом состоянии на волоске от смерти. Однако сегодня ночью произошла настоящая трагедия. Сегодня ночью у Александры Николаевны Пахматовой в связи с последствиями нападения оторвался тромб головного мозга. Народная артистка находится в коме, ее состояние здоровья близко к терминальному. На данный момент 94-летняя женщина подключена к аппарату ИВЛ. Жизнь Александры Пахматовой пытаются спасти лучшие врачи Москвы. По словам лечащих врачей, шансы на спасение Александры Николаевны Пахматовой минимальны. Стало известно, что завтра в Москве будет объявлена коллективная молитва во спасение известного композитора. Верховный главнокомандующий распорядился предоставить лучших медицинских специалистов для спасения жизни народной артистки Российской Федерации. Пока идет борьба за жизнь Александры Николаевны Пахматовой, стала известна и дальнейшая судьба одного из виновников преступления российского певца Прохора Шаляпина. По данным полиции и следственных органов Прохора Шаляпина может ожидать одно из трех наказаний, в зависимости от того, какое будет доказано полностью. Если вина российского певца будет доказана полностью, учитывая отягчающие обстоятельства преступления, то Прохору Шаляпину может грозить до восьми лет лишения свободы. Вариант второй. Если станет известно, что Прохор Шаляпин совершил свое преступление под давлением третьих лиц, а ведь совсем недавно стало известно, что Шаляпин задолжал крупную денежную сумму известному криминальному авторитету и пошел на ограбление квартиры Александры Пахматовой из-за боязни собственной расправы. В этом случае к делу будет привлечен криминальный авторитет, которому задолжал деньги Прохор Шаляпин, а срок лишения свободы для самого Прохора Шаляпина может быть уменьшен до шести лет. И вариант третий. Самый благоприятный для Прохора Шаляпина. Поклонники Александры Николаевны обеспокоены тем фактом, что Александра Пахматова ранее очень доброжелательно относилась к Прохору Шаляпину. Поклонники волнуются, что если Александра Николаевна придет в себя, она может простить Прохора Шаляпина и попросить освободить молодого певца. Однако на данном этапе самое главное, чтобы Александра Николаевна Пахматова могла бы справиться со страшным недугом. Все желающие и любящие артистку могут присоединиться к коллективной молитве. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.